Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о внесении в Госдуму новых поправок, предусматривающих наказание за дискредитацию участников боевых действий. Как следует из поста Володина в Телеграме, это коснется не только регулярной армии, но и наемников из ЧВК «Вагнер». Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на вооруженные силы Российской Федерации задач, недопустимы. По словам Володина, ответственность будет строгой, до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 15 лет. Уже завтра, 2 марта, поправки будут рассмотрены во втором ключевом чтении, а итоговое третье чтение назначено на 14 марта. Очень быстро. Я бы даже сказала, стремительно принимается предложение. Ко мне присоединяется Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая» и Колой Ахильгов тоже с нами, управляющая адвокатским бюро «Колой.ру». Я вас приветствую обоих. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я бы с Ольги, с вашего разрешения, начала, потому что мы с вами, Ольга, неоднократно говорили, я и другие авторы и ведущие телеканала «Дождь» о том, как и почему зэки воюют в Украине за ЧВК «Вактор». Вот скажите, этот отказ в так называемой дискредитации, он о чем говорит? Что это значит вообще? Как это расшифровать? Ну, я хочу сказать, прежде всего, о времени внесения этих поправок. Это октябрь 1922 года, тогда, когда Пригожин был на пике вербовки. Этих пиков он достигал еще несколько раз, но это было еще и перед тем, как зэки от него побежали. В общем, тогда, когда ему нужна была новая волна и подкрепление своих действий, Собственно, он вносил несколько законопроектов. Один из них был проект башкирский, башкирский депутат, который засунули под стол. Тогда они высчитывали, сколько можно скинуть лет за то, что ты участвуешь в военной операции, сколько можно скинуть лет от ситки. Но этот проект так и пропал. Вместо этого Министерство обороны подсунуло свой проект, и он был принят очень быстро, по которому заключенных и людей с судимостью можно было брать уже в ряды вооруженных сил, уже в армию. И с 1 января это можно делать, и теперь в зонах орудуют уже представители Министерства обороны Ани Чивака Вагнер, который рассорился со всеми, и сейчас он там не вербует. Но это было дело, действительно, да, в октябре. И речь шла о том, действительно, что теперь нельзя будет вообще что-то сказать о заключенных, которые теперь герои, которые теперь ходят в школы, которые теперь учат детей жизни. И нельзя говорить будет, и предполагалось, что тогда нельзя говорить о том, за что, собственно, люди эти получили свои сроки. Тогда это будет дискредитация героев. Надо сказать, что местная пресса моментально это прочухала, моментально переориентировалась, и мы давным-давно уже читаем в отчетах о поступлении новых гробов с новыми героями, вот такие-таки фамилии. И самые смелые пишут, что человек с точно такими же сочетанием имени, фамилиям и отчество был осужден там 20 лет назад за тройное убийство. Вот не именно этот человек, а человек похожий, да, с точно такими же инициалами и именем отчества. Чаще всего не пишут и вовсе. То есть этот закон, в общем, не вступив еще в силу, уже напугал местных, не могу с журналистами сказать трудно, хорошо, местных... Сотрудников медиа-организаций. Да, сотрудников медиа, которые заранее начали стелить соломку. И надо сказать, что это настроение очень быстро передалось и публике, по крайней мере, сначала, когда начали возвращаться вот первые 20 человек, освобожденных Пригожиным, не знаю, как помилованных, то где-то уже в местной прессе проходило, что вот приехал сосед в поселок под Питером, который рецидивист все время по убийствам, и как-то соседи не очень всем этим довольны. Соседи очень быстро стали довольны, и теперь ни у кого нареканий нет. И я знаю случаи, когда без всякой совершенно прессы сестра одного из вернувшихся таких людей встретила маму жертвы, и мама сказала ей, что ну что ты, никаких претензий, уже все, твой герой. Это работает теперь еще и вот так. Колой, вот скажите, пожалуйста, что значит запрет дискредитации? Как вы это видите, и как вы относитесь к этому законопроекту? 14 марта, очевидно, он будет принят, ну, судя по воодушевлению Государственной Думы и самого Вячеслава Володина. Мы его воспринимаем исключительно так, как он написан, поэтому я могу лишь прокомментировать то, как он написан. Позволю себе небольшую ремарочку относительно октября 2022 года, когда законопроект действительно был внесен, но этот законопроект, и это, кстати, уникальный случай в практике принятия бешеным принтером, как мы называем Госдуму, принятия законов, здесь очень интересный момент. Интересный момент заключается в том, что в октябре 2022 года действительно вносился законопроект, но он касался совершенно другой истории, связанной с проникновением на охраняемые территории. И, судя по всему, лоббистом этого законопроекта была Росгвардия. Но в чем здесь уникальность ситуации? В том, что этот законопроект, если даже вы откроете на сайте Госдумы, он вносится, и текст внесенного в законопроект касается именно проникновения вот в эти самые охраняемые зоны территории. А уже на рассмотрение в первом чтении внесен уже другой текст законопроекта, хотя он и содержит тот старый, касающийся 215 Прим. 4 статьи Уголовного кодекса. Но, тем не менее, основная часть этого законопроекта она касается как раз фейковости и дискредитации. Что там говорится об этом? Об этом говорится, что согласно статье 207 Прим. 3, как мы знаем, это о фейках статья, она дополняется соответствующими изменениями о добровольцах, которые, так сказать, помогают выполнять боевые задачи. А что касается 280 Прим. 3, то как раз та самая дискредитация, то там тоже вносятся соответствующие изменения. Если раньше или сейчас пока еще в редакции говорится о том, что дискредитация вооруженных сил и государственных органов, выполняющих боевые задачи и так далее, то туда добавляются эти самые добровольцы, включая этих самых вагнеровцев и других, скажем, другие добровольные формирования, так называемые. И уникальность в этой ситуации, в том числе и в том, что это сделано для того, чтобы не проводить всю процедуру внесения нового законопроекта, а просто взяли тупо существующий законопроект, который вообще не относится к этой истории, и тупо внесли туда тот текст, который им нужно быстро принять. И это говорит о том, что эта практика будет распространяться и в других случаях, когда нужно быстро принять какой-то законопроект. Ну, зачем это вообще нужно, на ваш взгляд, колой? То есть в чем финальная задача? Как вы объясняете актуальность этого законопроекта? Если вы помните, то в конце января Пригожин обратился к Володину с соответствующим письмом. Прошу вас внести соответствующие изменения и так далее, и так далее. Вот это отзыв на это письмо. Но как бы тут Пригожин не попал в собственную инициативу, и эту яму он не вырыл бы, собственно, для себя. Почему? Потому что когда он говорит о критике военнослужащих и добровольцев, он должен понимать, что когда он критикует руководство военных, наше военное руководство, это тоже попадает под эту статью. И именно поэтому он сегодня высказал критику в этой части, что, мол, типа, было бы неплохо, если бы все-таки критику руководства военного исключили бы из этого, потому что это все-таки стимулирует и так далее, и так далее. И здесь, смотрите, что касается цели, да, цель здесь очевидно понятна. Если нельзя говорить о фейках в кавычках или говорить о дискредитации, опять же, в кавычках, про вооруженные силы, то нельзя говорить и про военных или добровольцев, которые помогают. Вот логика. Это продолжение той логики, которая у нас была принята в прошлом году вот в этих статьях. Значит ли это, Ольга, что вы об этом уже начали говорить, да, что если мы имеем дело или населенный пункт какой-то на территории Российской Федерации имеет дело с потенциально опасным человеком, или известно, что опасным человеком, то о нем нельзя никого предупреждать, как о субъекте, от которого стоит держаться подальше. И он может, например, разгуливать в школах, и он может быть опасным для, там, не знаю, для женщин. Мало ли какие статьи, да, на нем были. Это можно расценивать как некую угрозу для общественного спокойствия. Ну, давайте так. Все-таки люди, которые возвращаются сейчас в Россию с войны, это действительно потенциально очень опасные люди. Действительно так. По крайней мере, у них присутствует несколько крупных, в любом случае, психологических травм. Травма от совершения преступления по-любому. Дальше это в любом случае тюремовая травма, нанесенная там. И это страшная военная травма. И они не проходили, не проходят и не пройдут никакую терапию, никакую подготовку. И все-таки помимо того, что они травмированы, все-таки это, все-таки, ну, это в основном маргиналы. Возможно, это люди, которые много лет не были на свободе. Десятки лет не были на свободе. И, конечно, у них нет никакого представления о социальной жизни, о нормальной жизни, ну, тем более, что довольно трудно сейчас, наверное, назвать общую жизнь в России нормальной. И вряд ли они все-таки будут сдерживаться от совершения, ну, по меньшей мере, противоправных действий, так-то и преступлений. Хоть вот Пригожин, прекрасный у нас, редактор, подобрал замечательную совершенно картинку. Вот именно сейчас он здесь их предупреждает о том, что не надо баб насиловать, особенно так. Ну, не особенно можно, но так и не увлекаться, да. То можно себе представить, что, конечно, все это будет, все это будет обязательно. Только они уже герои. Только они уже ходят к деткам в школу, по разнарядной администрации, по собственной инициативе, потому что их сейчас водят за руку, по улицам слона водили, а теперь у нас по улицам ЗК водили, как витам-допоказ. И теперь они, ребятам, пример. И мы уже видели, как Пригожин вытаскивал из очередной уголовки своих бойцов. В ноябре был случай, когда дезертир начал отстреливаться от наряда полиции в городе Шахтин из Кростовской области. И Пригожин сказал, что человек просто заблудился. Он думал, что это Украина. Он ушел от Кахова на Одессу, а вышел к Херсону. Он заблудился и пострелял немножко, принял полицию за украинцев. Отдайте его назад, что вы к нему пристали. Нормальный, хороший человек. Отдали же. Это будет, я думаю, будет сейчас. Да. Последнее, о чем хотела бы спросить еще у Калой Ахильгова. Калой, кто первый пострадает от этих поправок, на ваш взгляд? Это журналисты, это общественные активисты, я не знаю, так называемые военкоры? Давайте поймем для себя, а что же будет считаться дискредитацией? Например, если мы говорим о том, что мобилизованный, или точнее завербованный бывший сиделец в тюрьме является убийцей по приговору суда, и мы его будем назвать убийцей, или насильником, или разбойником, или вором, да, будет ли это считаться дискредитацией? Здесь я могу, скажем так, с точки зрения закона проанализировать и сказать, что нет. Почему? Потому что эти люди, имеется в виду, скажем, попавшие в ЧВК Вагнер, скажем так, эти люди, они попали туда исключительно по механизму помилования. То есть, это люди, которых президент помиловал, и они попали для выполнения задач на передовую. Соответственно, согласно нашему закону по уголовному процессуальному кодексу помилование это не является реабилитирующим основанием. То есть, это значит, что если вынесен приговор суда, что конкретный чувак, Вагнеровец является там разбойником и совершил там 162-е разбойное нападение, то он остается разбойником, даже если он помиловал. И так далее по другим статьям. Насильник остается насильником, убийца остается убийцей. Это не реабилитирующие основания. Плюс у нас есть в том же уголовном процессуальном, в уголовном кодексе, насколько я помню, 90-я статья, она говорит по приюдиции. Это что значит? Что любой установленный судом факт в своем приговоре, в том числе и факт совершения преступления, он не нуждается в том, чтобы его дополнительно доказывать. Это уже установленный факт и не нуждается в доказательстве дополнительно. Поэтому, если кто-то хочет, например, вагнеровца, который отсидел в тюрьме 10 лет за разбойное нападение или за похищение человека, назвать его разбойником, то в этом дискредитации быть не может с точки зрения закона. А вот как это будет на практике, это уже только покажет время. что ж, большое вам спасибо. Это Ольга Романова, глава фонда Руссидящая и Калоя Хильгов, управляющая адвокатским бюро Калоя.ру. Ну, такие тревожные новости, и я боюсь, конечно, что главный вопрос в интерпретации.